В стране необходимо создать такие социально-экономические условия, когда каждый имеющий инвалидность сможет стать активным участником общественной жизни. Это очень важно. В связи с этим поручаю Министерству труда, социальной защиты совместно с другими заинтересованными государственными органами, общественными обвинениями, приступить к разработке плана мероприятий следующей этапа на 2014-2015 годы. Местным исполнительным органам необходимо обратить особое внимание на обеспечение доступа людей с ограниченными возможностями к жилым помещениям, объектам образования, здравоохранения, культуре, спорту. Здесь не должно быть никакого формализма и бездушия. Специальных пандусов построено немало, но некоторые из них не выдерживают никакой критики. Сами видите, что на некоторые пандусы не каждый здоровый человек рискнет подняться или опуститься. В таких вот случаях объект не должен приниматься в эксплуатацию. Поэтому необходимо еще при проведении государственной экспертизы и документации на строительство или ремонт объектов социальной инфраструктуры обязательно учитывать СНИПы по доступу людей с ограниченными возможностями. Мы предложили говорить о некоторых вещах более, ну, наверное, более конкретно. В первую очередь проводить исследования, потому что очень многие вещи мы делаем просто наобумы. У каждого свое представление, что такое инвалидность и что нужно делать. Поэтому исследования – это очень важная вещь. Второе – это то, что отношение к людям с инвалидностью, к инвалидности вообще должно начинаться с детства. Поэтому мы предлагаем, чтобы Министерство образования ввело в свою программу уроки толерантности или уроки понимания к вопросам инвалидности. Чтобы в архитектурно-строительных институтах были специальные блоки обучения по тому, что такое инклюзивно доступная инфраструктура. Медицинские услуги должны быть доступны. Прекрасные услуги есть, бесплатные услуги. Но, к сожалению, стандарты того, как они предоставляются, например, в Алма-Ате, в моем родном городе, где женщина с инвалидностью может рожать в специально созданной палате для женщин с инвалидностью, и то, что абсолютно мы можем быть уверены в том, что таких палат нет в других регионах, мы говорили о стандартах, о том, что они должны предоставляться в равной степени в разных местах.